вы когда-нибудь слышали о немецкой гоночной трассе бильстерберг по сути это такая уменьшенная копия легендарной северной петли нюрбург ринга а значит чтобы ехать здесь быстро нужны действительно стальные нервы но стальные нервы нужны не только для этой трассы но вот и для таких автомобилей сегодня мы знакомимся с обновленным семейством mercedes amg c63 здесь такой нырок вниз вот она вот она такой mercedes дефис porsche потрясающая траста он здесь может наверно все 700 сил переварить как всегда при рестайлинге внешность изменилась незначительно главная новинка это решетка радиатора в стиле современных amg моделей с вот такими вертикальными планками разумеется здесь новые фары новые задние фонари и слегка измененные бамперы то же самое касается и двухдверной версии в россии будет продаваться и купе и седан причем скорее всего будут предлагаться только версии с приставкой s то есть под капотом здесь 510 лошадиных сил и аж 700 ньютон метров крутящего момента значит мотор не изменился это по-прежнему 4 литровая битурбированная восьмерка с горячими раскаляющимися до предела турбинами в развале блока но мы здесь гоняем уже 10 сессий а то и больше и никакого намека на перегрев или какие-то глюки нет машина работает без сбоев и это здорово ну а главное техническая новинка это то с чем стыкуется этот мотор это новая девятиступенчатая трансмиссия амг спидшифт вместо старой 7 ступенчатой по традиции для этих моделей гидротрансформатор у нее заменен на мокрое сцепление но это еще не все здесь перенастроена подвеска и вы удивитесь но машину сделали и жестче а мягче зачем я объясню чуть позже кроме того здесь полностью перенастроена система стабилизации и появилось несколько интересных гоночных функций и настроек с помощью которых пилот может гибко менять поведение автомобиля и вот еще что если вы думаете что две эти машины купе и седан это абсолютно технически идентичные автомобили с разными просто с разными типами кузова то я скажу вам нет это две абсолютно разные машины по характеру и сейчас я расскажу почему ну что ж начинаем мы с седана посмотрим как он ведет себя на этом живописном рельефном треке 510 лошадиных сил и звук звук есть здесь 8 цилиндров и конечно же специалисты амг умеют настраивать голос своим мотором ну и чувствуется что машинка так конечно хорошо цепляется за дорогу но не прочь поскользить задней осью конечно позволяет многое c63 седан здесь но не скажу я что это прям такой достойный конкурент спорткаром porsche да именно по ощущениям от езды вот мы сейчас чуть чуть выплываем в этом затяжном левом наружу все таки не хватает до чуть-чуть цельности шоссе нет машины едет очень приятно но не назову я ее по хардкорному гоночной сейчас мы едем в режиме спорт плюс обратите внимание перед нами mercedes спорткар амг gtr самый хардкорный из этого семейства да чуть чуть не хватает держака в быстрых этих скоростных дугах бельсенберга очень быстрый автомобиль именно по динамике но чувствуется что есть такой запасик небольшой по шасси и вы поймете потом почему я об этом запасе говорил здесь такой нырок вниз и чуть подставляется в ней сэшка чуть-чуть размягчили напомню подвеску инженера причем размягчили ее сзади больше чем спереди это дало больший как бы недостаток на входе в поворот то есть больше скользить по идее должна борда но они сделали такую специальную надстройку мехатроники под названием им джейн микс которая позволяет с помощью задней электронной управляемой блокировки и торк векторинга за счет системы есть бы то есть за счет подтормаживания соответствующих колес позволяет этой собственно поворачиваемостью управлять и регулировать ее в широком пределе сейчас как раз перейдем мы в режим рейс теперь настраивать сэшку можно не убирая рук с руля под правой спицей появилась специальная монетка со встроенным дисплеем похожие на ту что используется в porsche а под левой спицей есть горячие клавиши позволяющие настраивать каждый элемент по отдельности и здесь еще одна интересная фишка это гибкое управление трекшн контролем если его полностью отключить то с помощью вот этой монетки справа на руле можно будет регулировать в широких пределах трекшн контроль здесь 8 или 9 режимов у трекшна 1 это самый дружелюбный к водителю в котором электроника сильнее одергивает машину ну а самый хардкорный когда появляется вот здесь на руле кнопочки под рулем значение off это самые распущенные режимы вот позволяет видите трекшн выходить со скольжениями с поворота сейчас я переведу его в предпоследний режим в восьмой и вы посмотрите как с ним сэшка будет скользить вот она вот она и очень-очень здоровская это вот фишечка которую мг отделение придумала на этом автомобиле ух действительно гибко меняется характер машины но повторюсь не вызывает сэшка ощущения седан именно такого хардкорного спорткара скорее такой автомобиль на котором приятно прохватить по треку но гнаться за какими-то секундами за результатом можно конечно да но особого прям такого кайфа гоночного не сказал бы я что здесь он есть конец отключил я полностью трекшн-контроль часа шейник ослабнет совсем ох кайф конечно на классическом заднеприводном спорткаре поездить который умеет и любит скользить но я скажу вам заранее немного сбавив интригу что купе не только и не столько любит скользить сколько любит ехать предельно быстро и собранно и сейчас я вам это расскажу и покажу наконец пересели мы c63 в кузове купе и должен я вам сказать это совсем другая машина сильно больше здесь держака годовых дугах прямо ощущение такого добротного цельного цепкого спорткара очень 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 здорово едет c63 двухдверный именно такой трек ту мы сейчас взяли очень бодрый темп вот опять этот нырок вниз потрясающе конечно настроена машина здесь другая подвеска задняя у нее иная геометрия свой подрамник и шире колея и работает конечно все это фантастически цепко и быстро добавок на купе стоят более широкие шины причем спереди 19 дюймовые а сзади на дюйм больше феноменальная скорость мы сразу взяли темп такой бодрый я вообще не отстаю от amg gtr а вот здесь в дуге в этой быстрый намного намного лучше держится машина за траекторию такой mercedes дефис porsche получился и здесь те же провели манипуляции с подвеской чуть размягчили перед и зад вообще такая подчеркнута нейтральная машина сейчас мы едем в режиме рейс вот обратите внимание держусь я держусь за амг гтром потрясающим давно я не ездил на чем-то настолько способным на треке я думаю что м3 против этой машины может тягаться только в своей версии хардкорной gts 500 сильной напомню ну и сам бильстерберг конечно потрясающая трасса о какие здесь перепады еще раз посмотрите на все это это достойно того чтобы хотя бы раз в жизни здесь проехать и ох ну и конечно баланс баланс шасси ну он здесь может наверно все 700 сил переварить да да преклоняюсь я перед амг инженерами не только умеют звук моторов они настраивать но и знают толк в шасси да это конечно просто просто огонь как говорится выехали мы на обычной дороге съехали с того прекрасного трека бильстерберг и можно поговорить о чем-то более житейском например о том что изменилось в салоне а изменилось тут совсем немного естественно появился вот этот новый руль в стиле руля от с класса у него конечно же скошенный обод традиционно для моделей амг вот эти тачпады которые можно управлять новой виртуальной приборкой и мультимедийной системой виртуальная приборка здесь похоже по стилю на ту что мы знаем на по моделям е-классы и cls но здесь она немного адаптирована для амг у него появился режим супер спорт когда в центре у тебя находится тахометр дисплей мультимедийной системы стал больше это теперь чуть больше 10 дюймов и очень хорошее разрешение 1920 на 720 если не ошибаюсь ну и ковши вот эти опционные очень цепки очень удобные с регулировкой валиков боковой поддержки и подушки они получили вентиляцию вот в общем то и все ну и сейчас традиционный тест который просто обожает весь youtube старт с лонч контроля для этого нужно перевести монетку на руле в режим рейс и здесь же прямо на руле можно отключить систему стабилизации вернее перевести ее в режим спорт и теперь можно зажимать тормоз и давить на газ короткая пробуксовка 100 километров в час седан на котором мы сейчас едем делает это по паспорту за четыре секунды и я хочу вам сказать что нет вот этого восторга от прыжка все-таки классическая заднеприводная машина не дает таких сумасшедших эмоций на старте как какой-нибудь полноприводный спорткар помните я сказал на треке что седаны купе это абсолютно разные машины седан скажем так более гражданские едет по трассе а купе действительно цепляется за асфальт очень хорошо такая настоящая спортивная если не гоночная машина и можно было бы подумать что на обычных дорогах седан будет комфортнее купе но нет обе обе машины очень-очень жесткие и даже несмотря на то что как я уже сказал инженеры чуть-чуть размягчили подвеску все равно автомобили остались зубодробительными даже в комфортном режиме чувствуется рельеф чувствуется каждая кочечка а уж на каких-то жестких неровностях продавленных люках действительно получается прям очень дискомфортно здорово что в семействе c63 есть такие разные автомобили это седан который больше фановый с хорошим звуком не прочь вильнуть хвостом и купе больше трек ориентированная машина на которой можно получить хорошие эмоции именно на гоночной трассе ну и не забывайте что есть еще универсал и даже кабриолет это говорит о том что у c63 самая широкая кузовная линейка среди конкурентов и в любом случае я уверен все эти автомобили достойны называться амг